Монголию в своё время у нас называли 16-й республикой. Связи между СССР и Монголией были самые тесные. При нашем участии здесь возводили предприятия, жилые дома. Дружба эта во многом определяет нынешний облик столицы Монголии Улан-Баторе. Живёт в городе Красного Богатыря шестая часть населения всей страны. Есть в Улан-Баторе кварталы деревянных домов и юрт. Половина улан-баторцев, 400 тысяч из 780, живут именно в таких районах. Многие возводят себе основательные постройки, деревянные дома, а многие живут прямо в установленных на участке юртах, так как это делали их отцы и деды-кочевники. Такая вот своеобразная урбанизация по-монгольски. Сухая? Здравствуйте. Очень приятно. Понятно. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дочку зовут? Наймынь. Наймынь? Наймынь. 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 Красивое имя. Я хочу сказать, что в монгольской юрте находиться очень приятно. Здесь много места. Справа от входа, как и положено, в юрте кумыс. Есть электричество, стиральная машина, холодильник, телевизор, семейное ложе. В такой юрте можно запросто и зимой жить. Положил еще один слой войлока, раскочегарил печку, она в центре. Вот она. И живи себе, никакие каменные, никакие деревянные дома не нужны. Чтобы посмотреть на кочевую жизнь, я отъехал от Улан-Батора километров на 200 в кочевье господина Камбатэша. Для монголы 200 километров это не расстояние, а так легкая прогулка. В свои стада Камбатэш и члены его семьи пасут на территории в 10 тысяч квадратных километров. Господин Камбатэш ведет кочевую жизнь с конца 80-х годов. До этого работал водителем в соседней деревне. Вообще этот случай для Монголии не совсем типичный. Происходит обычно все наоборот. Люди бросают кочевую жизнь и перебираются в города. Семья у Камбатэша большая. Вот в той юрке живет сын с женой и детьми. Дальше две дочери. У них свои семьи. Но тем не менее Камбатэш может себе позволить на старости лет не работать. Все за него делают дети. Непосвященному в кочевую жизнь кажется, что в степи делать нечего. Катайся на лошадях, да мясо кушай. Это не так. Дело у кочевников не в проворот. Стадо с утра выгони, кобылиц всех подаи. Их иногда по нескольку десятков. Кобыли молоко взбей, чтобы вечером свежего кумыса попить. А тут еще и на дом праздник, во время которого устраивают в том числе и скачки. Рядом разделывают тушу козла. Мужчины заняты разделкой туши, а женщины занимаются внутренностями. Ничего не пропадает. У кочевников ничего. Камни греются около часа. Набирают тепло. Затем мясо складывают в бидон. В бидоне есть немного воды. Значит, таким важным мероприятием, как укладка мяса и раскаленных камней, занимается сам хозяин. Никому не доверяй. Кладется сначала немного мяса, потом немного камней. Затем опять немного мяса. В общем, хозяин все знает. Пахнет уже вкусно. Флягу с подсоленным мясом, камнями и луком плотно закрывают и обкладывают кизяком. Мясо в монгольской пароварке готовится примерно час. Мясо раздает хозяин по старшинству, но первый кусок, первый самый вкусный кусок всегда достается гостю. Затем махцахус бы над напитать. Затем махцахус бы над напитать. Обратите внимание на вот эту мелюзгу, которая бегает по юрте. Хозяйка перед завтраком, обедом, ужином выпускает цыплят для того, чтобы те подбирали с пола крошки. Они делают это так хорошо, что после приема пищи убираться-то не надо. Я хотел еще извиниться за свой внешний вид. Дело в том, что хархох – это блюдо, которое едят исключительно руками. Не испачкаться невозможно. Спасибо. Но это очень много, я столько не выпью. А положено всю пить. До дна. Да? В Монголии кумыс пьют с детства. Это очень приятный на вкус напиток. Он щиплет язык, у него есть такой миндальный привкус. Если выпить много кумыса, то можно здорово захмелеть. Это, кстати, кумыс свежий, с утренней дойки. Я вот выпил одну такую чашку, здесь 400 грамм, и мне хорошо. Хочу выпить за вас. Пожелать вам всегда тучных стад. Пусть ваши кобулицы дают много молока, пусть в ваших юртах всегда бегают дети, пусть ваше пастбище никогда не оскудевают. Спасибо. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok